Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов, смотрите в нашем выпуске. В Архизе прошел второй бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ», организатором которого выступило Министерство по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. В Черкесске прошел третий съезд Карачаево-Черкесской региональной общественной организации по содействию и защите законных прав и интересов карачаевского народа «Карачаево-Ланхалк». На боя прошли тактика специального учения с участием в Главном управлении МЧС России по республике и подведомственных организаций, сотрудников МВД и экстренных служб. В Черкесске на факультете дизайна и искусств СКГГТА прошел день открытых дверей. Царство красоты и заисканность и элегантность показали на встрече. В эти дни на площадке всесезонного курорта Архиз проходил второй бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ», организатором которого выступило Министерство по делам Северного Кавказа. Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Спикеры – министр России по делам Северного Кавказа Олег Кузнецов, глава «Карачаево-Черкесии» Рашид Тимрезер, руководители правительств республик, СКФО, представители федеральных органов власти, банковской сферы, инвесторы. Основные моменты бизнес-форума в репортаже Светланы Акбаевой. В последние двух дней участники бизнес-форума «Инвестируй в Кавказ» обсуждали такие актуальные вопросы, как поддержка инвестиционной и предпринимательской активности, взаимодействия малого и среднего бизнеса с кредитными организациями, социально-экономическое развитие СКФО, итоги реализации госпрограммы развития Северокавказского федерального округа до 2025 года. Глава «Карачаево-Черкесии», выступая на пленарном заседании, акцентировал внимание присутствующих на работе по развитию инвестиционной среды, которая проводится в регионе органами власти совместно с бизнесом. В качестве одного из примеров притока инвестиций в республику Рашид Тимрезов назвал всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз». Пять лет назад мы знаем, что здесь не было вообще ничего. Вот просто ничего нет. А сегодня это динамично развивающийся курорт, который невозможно было бы реализовать без государственного частного партнерства, без поддержки тех государственных компаний, корпораций, частного бизнеса. Мы реально видим, что «Архыз» уже в себе притягивает очень много. И с каждым годом тех людей, которые готовы вложить инвестиции в развитие курорта, их становится все больше и больше. Другой успешно реализуемый в Карачево-Черкенсии проект – сады интенсивного типа. Проект «Мультипликатор», которому активно подключилось и население региона. Главарь республики также рассказал, что благодаря предпринятым совместным усилиям отток жителей сельских территорий приостановился. Сегодня там создается современная инфраструктура, применяются меры господдержки. О необходимости конвертировать потенциальные возможности регионов в реальные проекты говорил и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. И этого не добиться без акцента на развитии реального сектора экономики. Здесь, конечно, у нас две крайности. С одной стороны, до настоящего момента уделия вес собственных доходов во всех субъектах очень низок, и поэтому ряд регионов у нас является высокодотационным. С другой стороны, это уникальная стартовая площадка для реализации новых программ, проектов, в разрезе тех отраслевых приоритетов, которые сегодня на уровне государства сформированы. И, к счастью, мы всегда подчеркиваем, что у нас есть свои ниши. Причем ниши вполне конкурентоспособны, добавил спикер. Кроме того, в ходе пленарного заседания глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов предложил министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову поддержать нашу республику в работе по совершенствованию банковских услуг для привлечения потенциальных инвесторов. Светлана Акбаева, Рашид Токов, Вести Карачао-Черкесия, Романтик. Пять лет на службе народу в Черкесии прошел третий съезд Карачао-Черкесской региональной общественной организации по содействию защите законных прав и интересов карачаевского народа Карачао-Ланхалк. В ходе мероприятия руководитель отчитался о проделанной работе за три года. Также делегаты вырули руководящий состав организации и приняли программу работы. Кто будет возглавлять Карачао-Ланхалк следующие три года и каковы первостепенные задачи, расскажет Алла Качаева. Социальное, культурное и экологическое развитие, сохранение карачаевского языка, литературы, культуры, этикета и традиций народа, поддержка спорта, туризма, строительство различных объектов, сотрудничество и содействие органам власти, сохранение и укрепление мира между народами. Эти и другие задачи ставила и ставит перед собой организация Карачао-Ланхалк. Образованная пять лет назад, она объединила пять карачаевских общественных организаций. Карачао-Халк, Туре, Алан, Карча, Джамагат, Национальная культурная автономия Карачао. На третий отчетно-выборный съезд съехали сотни делегатов, представители всех городов и районов Карачаева-Черкесии. Собравшимся показали фильм, подготовленный ГТРК Карачаева-Черкесия. В нем отражались все основные моменты деятельности общественной организации. Все пять лет Карачао-Ланхалк возглавляет заместитель председателя Народного собрания республики Руслан Хабов. За пять лет, вот это главное достижение, то, что мы, вот как объединились, не дали распасться этой новой организации. Мы старались цементировать, мы старались работой делами, объединять представителей этих пяти организаций. Безусловно, мы за все это время поддерживал нас и глава республики. Собравшиеся дали положительную оценку деятельности общественной организации. За истекший период особое внимание было уделено сохранению и возрождению истории самобытной культуры карачаевского народа, а также тем представителям этноса, которые внесли вклад в решение проблем, в становлении и развитии республики, показали настоящий героизм в годы войны и депортации. Руководитель администрации главы правительства Карачаева-Черкесии Эльдар Салпагаров приветствовал участников Третьего съезда общественной организации «Карачаево-Черкесской республики» и зачитал приветственный адрес главы республики Рашида Темрезова. С момента своего создания «Карачаево-Черкесия» является одной из самых авторитетных и влиятельных общественных организаций Карачаева-Черкесской республики, которая проводит активную работу по укреплению гражданского мира, и согласию межнациональному и межкофессиональному взаимоуважению, сохранению богатства национальных традиций, культур, патриотическому воспитанию молодежи. Деятельность проводимой организации направлена прежде всего на привлечение внимания и сохранение самобытной культуры карачаевского народа как неотъемлемой части дружной многонациональной семьи народов Карачаева-Черкесии. На съезде обсуждались и поднимались также злободневные вопросы, стоящие перед карачаевским народом. Это и обучение родным языкам, нехватка учебных пособий, подготовка научных изданий по истории и культуре карачаевцев, политическая реабилитация, несоблюдение обычаев и традиций и многие другие. Многие участники выдвигали инициативы, направленные на решение существующих проблем. А затем состоялись выборы руководящего состава общественной организации. Единогласным решением делегатов председателем Карачаева-Халп на три года был переизбран Руслан Хабов и его первым замом Сулейман Боташев. Членами Центрального совета стали 49 человек. Совет старейшин возглавил Ахмат Качиев, контрольную ревизионную комиссию Магомед Тахчуков. На съезде приняли программу работы на ближайшую перспективу, которая включает вопросы этнокультурного и социально-экономического развития карачаевского народа, борьбы с деструктивными проявлениями укреплений единства. Главное наше мероприятие, я думаю, на предстоящий период, это мероприятие, посвященное 70-летию незаконной депортации карачаевского народа, это вспомнить имена, это восстановить доброе имя народа, это устанавливать памятники, обелиски и так далее. И, естественно, готовиться и провести мероприятие, посвященное юбилею победы советского народа в Великой Отечественной войне. А именно поименно написать всех тех, которые погибли в Великой Отечественной войне, поименно, сколько бы это времени труда объема не занимало, поименно написать всех, кто был депортирован 2 ноября 1943 года. Руслан Хабов еще раз поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и выразил уверенность, что Карачаев – Алан Хал и в дальнейшем будет работать на благо своего народа и родины. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Продолжаем выпуск. Многие из нас с нетерпением ждут прихода зимы, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, будь то подготовленные трассы или увлекательный мир фрирайда. Но, выходя на склон горд, каждый любитель экстремальных ощущений должен чувствовать свою безопасность. Именно этому уделяется самое пристальное внимание специальных служб, отвечающих за это, чтобы не было чрезвычайных ситуаций на курортах. Репортаж Фатиму Дауровой с учением в поселке Домбай. Пуши! Работаем! Это первый залп пушки по далёкой вершине, где снег скопился, достаточный для того, чтобы сошла лавина. Следом и второй. Координаты прицела чуть-чуть левее. А вот заряжают и на третий, основной, который должен завершить цикл. Это отработанное мероприятие. По принудительному спуску лавин на лавиноопасных участках входит в тактико-специальное учение, которое сейчас проходит в Домбае. На третьем этаже гостиницы «Горная вершина» и курортного посёлка, по легенде, произошло возгорание. Дежурный караул незамедлительно прибыл к месту пожара. Благодаря слаженной работе и быстрой реакции пожарных, условный пострадавший был благополучно эвакуирован с помощью автолестницы и транспортирован до машины скорой помощи. А условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Склон горы Муса-Ат-Читара. Десятки любителей горнолыжного отдыха бесперебойно осваивают лыжные трассы. Падение, вывихи и растяжки – дело нередкое. И вот пример сказанному. Это реальный пострадавший, который ждёт помощи спасателей, и это уже далеко не учение. Оксана, туристка из Краснодара, подвернула неудачно ногу и получила травму. Прибывшие спасатели оценили состояние пострадавшей, зафиксировали ногу и подготовили к спуску со склона. Быстренько проверили. Всё замечательно. Несильная травма, но всё равно болит. Спасибо спасателям, что оперативность замечательная. Выздороветь ещё раз в горы потянет? Естественно, я же горный человек. Спасатели успешно эвакуировали пострадавшую и передали в руки медработникам. Все мероприятия в ходе учений проводились в целях проверки готовности сил и средств к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, согласованности действий служб при поиске и спасении людей. Донбай уже открыл свои склоны. Зимний сезон 2017-2018 в самом разгаре. И самое главное, чтобы те, кто к нам приезжал сюда отдыхать, уезжали отсюда в здравии. А над этим работают специальные службы, которые сегодня доказали, что они могут оказать своевременную помощь. В учениях приняли участие силы и средства Главного управления МЧС России по республике и подведомственных организаций, поисково-спасательные формирования, представители Карачаевского городского округа, а также соорудники МВД и экстренных служб. По итогам учений было проведено совещание, на котором отметили слаженность действий реагирующих подразделений. Смотрели, как наши спасатели работают. Мы сами видели, что это реально было отработано. Помощь оказали женщине, травмировали колено. Основные мероприятия проведены. Замечаний таких, можно сказать, глобальных таких нет. Все оперативные службы отработали отлично. Поставленные задачи все были выполнены в срок согласно регламенту времени. Проведено совещание, на котором определены пути решения и выполнения поставленных задач перед муниципалитетом. И определены задачи на новый туристический сезон. Неважно, какой вариант отдыха выберет отдыхающий, спортивный или расслабляющий. Важно, что безопасное зимнее удовольствие гарантировано, но с учетом на адекватность самих отдыхающих. Фатима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия, Домбай. Как быстро нарисовать натюрморт, сшить красивое платье и стать успешным дизайнером, не выезжая за пределы республики в Черкесске. На факультете дизайна и искусств СКГТА прошел день открытых дверей. Подробности у Али Баташева. Царство красоты, изысканность и элегантность. Каждое платье с орнаментом народов Северного Кавказа – ручная работа самих студенток. Такой наряд способен украсить не только гарянку, но и любую представительницу прекрасного пола на земле, утверждает декан факультета дизайна и искусств СКГТА Лариса Атаева. Многочисленные награды престижных российских и международных конкурсов за последние 15 лет существования театра моды Атаевых говорят сами за себя. Вы сегодня находитесь в этом помещении, это дизайн интерьера. Если вы сегодня вышли на улицу, вокруг, это ландшафтный дизайн. Если вы смотрите на здание, то у нас экстерьер называется. А дизайн костюма, вы понимаете, это одежда, которую мы, дизайнеры, хотим подарить людям, чтобы они красиво выглядели, одевались. Зрители могли видеть, как прямо на их глазах рождается картина. На мокром холсте акварельными красками свой внутренний мир передал художник Халис Атаев. Первокурсница Лена Жукова показала ребятам свои работы. Дарья Пономарева студентка с ограниченными возможностями здоровья. Она учится на четвертом курсе факультета дизайна и искусств. Ее мама рассказала о том, что учеба позволила дочери раскрыть свой талант и найти профессию по душе. Далеко отправлять я побоялась свою девочку, а сюда нас приняли. И учится она очень хорошо, и помогают, и встречают, и обучают очень хорошо. И дела у нее, наверное, поэтому идут хорошо, потому что поддерживают ее, любят. Индивидуальный подход к каждому студенту, то есть слабослышащие студенты, обслуживается с ордопереводчиками. На каждой лекции, на каждом практическом занятии присутствуют с ордопереводчики, и они полностью лекцию с их помощью записывают. Сейчас в Академии учатся 84 студента с ограниченными возможностями здоровья. 20% теории, остальное практические занятия. Отличительная часть учебы на факультете дизайна и искусств. А значит, больше творчества и возможностей сделать мир красивее. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И последнее. Завтра в 10 часов в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» будет вести прием граждан, уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Армида Дженебекова. Желающие могут обращаться по адресу Черкесск, Ленина, 154. Это все вести. Удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!